МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новая школа и детские сады в Кировском районе. Масштабное строительство. Дети в приоритете. Как в Новосибирске развивают социальную инфраструктуру? 12 ноября стартует народное голосование за новое название аэропортов страны. Великие имена России. В честь кого назовут Толмачева? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Средства на строительство новой ледовой арены и станцию метро к молодежному хоккейному чемпионату мира будут. На подъездные дороги и пешеходный переход через Октябрьский мост деньги в федеральном центре тоже найдут. Глава региона не отрицает. Перед международными соревнованиями нужно и улицы города благоустроить, причем не только центральные. А еще построить гостиницы и транспорт обновить. Вот только денежных поступлений по заявлениям ждать пока не стоит. По этим направлениям, этим объектам, честно скажу, наверное, в первую очередь нам следует надеяться на свои силы. Не потому что федеральный центр не уделяет внимания развитию Новосибирска или проведению такого значимого мероприятия, а потому что федеральных программ соответствующих направлений пока не существует. А нужно по предварительным подсчетам на благоустройство Новосибирска около 30 миллиардов рублей. Несмотря на то, что специальных программ по подготовке городов к международным соревнованиям на уровне федерации нет, в соседнем Красноярске полным ходом готовятся к универсиаде. Идет строительство спортивных объектов, подготовка города к приезду спортсменов, болельщиков, а там бюджетное финансирование соревнований уже превысило как раз сумму в 30 миллиардов рублей. Снегопады и оттепели, перемежающиеся с заморозками, превратили улицы и тротуары Новосибирска в большой каток. С гололедицей и снежными кочками на дорогах из-за колебания температуры, обильных осадков, городские службы борются в экстренном режиме. Вывезли тысячи кубометров снега и высыпали сотни тонн противогололедной смеси. Сотрудники управляющих компаний, владельцы магазинов, кафе браться за лопатой почему-то не торопятся. Последствия ненастия оценил Александр Сульдин. Днем реки на дорогах и снежная каша на тротуарах. Пешеходные дорожки, как шахматная доска, где темнее, там чистили, где белое и не брались. К вечеру подмораживает. Вчера буквально, выходя из машины, упал. Так что да, гололед сильный. Ну и во дворах особенно. Хотелось бы видеть более чистые дороги, потому что на самом деле особенно в дворах вообще не проедешь. Обильные снегопады и вот теперь так все начало ноября, сразу после долгого бабьего лета. Резкие температурные перепады из-за того, что над Сибирью коктейли с теплых и холодных масс воздуха. Настоящая воздушная река, вдоль которой несутся синаптические образования. Во-вторых, вот в этой фронтальной зоне перемещаются к нам серии волновых возмущений, волновых циклонов. Метет и подмораживает по всему югу Западной Сибири. Эта пробка сколько будет? Км 7 будет. Федеральные трассы обледенели, движение остановилось. Груженные фуры не могут подняться по скользкому склону. В Омской области в Кювет слетел рейсовый автобус. Пострадали 12 человек. В пятницу из-за скользкой дороги попал в аварию автобус с новосибирцами, которые ехали в Шерегеш. Сообщение о рекордных пробках в Кемерове, Красноярске, Барнауле. В Новосибирске водители просят воздержаться от поездок и срочно открывают закрытые на зиму ливневки, чтобы талая вода уходила. С первым снегом начали усиленно убирать главные магистрали. Выводят на улицы более трех сотен спецмашин в сутки. На асфальт высыпают тысячи тонн песка и соли. Где работает снегоуборочная техника, можно увидеть на карте муниципального портала. Судя по этим данным, даже в середине дня на магистралях минимум по сотне спецмашин. Сибирская природа не дает дорожникам расслабиться. Буквально 15 минут назад снег сыпал сплошной пеленой. Сейчас огромные проталины и хоть снежную бабу лепи. К вечеру обещают минус 8. Это значит, что вся вода, которая сейчас на дороге и на тротуаре, это потенциальная ледяная корка. Следующее утро. Центр Левобережья. По-настоящему зимний мороз и резкий ветер. Машина уверенно держит дорогу. Вопреки ожидания многих скептиков дороги, ледяной каток так и не превратились. По крайней мере здесь, на Горском, движение спокойное. Не скользим, посыпано песком. Рабочие как-то деловито убирают. Неуспевший растает вот теперь снег. За рулем погрузчика Евгений Павлось. На смену вышел по графику в 8 утра. Сетует, к работе подходит ответственно, но убирать снег местами припаркованные машины мешают. А в интернете те же автовладельцы пишут нелестные комментарии в адрес дорожников. Бывает, что где-то там маленечко не успеваем. Но это самое главное зависит от людей. Люди есть понимающие, есть непонимающие люди. То есть идет работа, допустим, некоторые люди ругаются, что для них стараемся. А получается, что мы крайне остаемся. Ночью перед похолоданием дорожники работали в усиленном режиме. Снег с дороги на Горском заранее сгребли в кучи. Проезжую часть посыпали и продолжают посыпать смесью песка и соли. Не забыли и про тротуар. Из числа руководителей назначают соответственно на сутки, значит, для оперативного принятия решений, то есть какие виды работы выполнять. Дорожники отчитались. Хватает техники, есть и топливо, и противогололедной смеси в избытке. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Олег Мощевитин, Новосибирская неделя. Строительство четвертого платного моста через Обь еще не начали, но площадку уже готовят в Левобережье. В районе улиц Туннельной и Большой переносят коммуникации. Рабочие сейчас подготавливают основания для бытовой канализации. Песченую подушку утрамбовывают, на нее положат трубы большого диаметра. Закончить работы планируют к 20 декабря. Кроме коммуникаций, с будущей стройплощадки уберут и частные дома. Под снос пойдет около 350 зданий. Большинство собственников домов воспринимают стройку по соседству спокойно, ведь жили они в ожидании строительства несколько лет. Но некоторым работы все же мешают. Здесь у нас выезд один, дороги не сделаны, как положено. И бывает, что мы сюда подъезжаем, а выехать не можем. Один объезд там через большую улицу. Строительство, как строительство, всегда идет. Но они ночью не работают, но тихо. Убрать все частные дома с площадки планируют в течение года. Собственники ждут компенсацию. На подготовку из областного бюджета потратят 4 миллиарда рублей. На само строительство моста потребуется свыше 30 миллиардов рублей. И большая часть – это федеральный град. Однако пока региональные власти ждут деньги из Москвы. Уверяют, что есть все шансы получить средства даже в этом году. Напомню, что концессионер намерен построить 4-й мост через Обь за 5 лет. Потом запустить по переправе платное движение на 20 лет. После этот мост передадут в собственность региона. Дети из микрорайона Матрешкин двор уже в следующем году смогут пойти в школу рядом с домом. В новом учебном здании будет отдельный гимнастический спортзал для учеников младших классов, а также несколько залов для старшеклассников. Основные учебные кабинеты будут вместительными, а коридоры – светлыми и просторными, чтобы удобно было не только во время уроков, но и на перемене. Школу планируют сдать к 1 сентября. В две готовые секции здания уже собираются подавать тепло. Внутренней отделкой классов будут заниматься, несмотря на мороз. Рядом в микрорайоне строят и два детских сада на 220 воспитанников каждый. В сады будут ходить 80 малышей от 1,5 до 3 лет. Все рядом, родителям не нужно будет далеко ездить. Строители пока укладываются в график, а работы лично контролирует мэр Анатолий Локоть. Пока доволен выполнением именно здесь, на этих двух объектах. Семь объектов к концу следующего года мы предполагаем дошкольных учреждений ввести. Что очень важно, подчеркиваю, это не только детские сады от 3 до 7, это ясельные группы. Развитие социальной инфраструктуры в Новосибирске – это один из приоритетов. Но в то время как школы и детсады в городе строят, вопрос с новыми поликлиниками остается открытым. Пациенты продолжают стоять в очередях к кабинетам. Бороться с ажиотажем в медучреждениях предлагают с помощью информационной системы. Она должна заработать в ближайшие месяцы. В областном Минздраве уверены, что это упростит запись на прием к врачу. Мы уйдем от талончиков, мы уйдем от записи. Вот такой ручной, понимаете, когда сегодня можно через сайт госуслуги записаться. Вот сейчас я сам пробовал, когда обсуждали мы вопрос, сидел вот со своего телефона записался. Понимаете, то есть это комплекс тех мероприятий, которые сегодня позволят нам уйти от очередей, уйти от талончиков ручных, когда все будет в рамках единого окна. Полностью электронный документооборот. Вот сейчас, к сожалению, его нет, но вот задача перед нами стоит. Я очень надеюсь, что в течение двух, трех, четырех месяцев у нас заработает все. Объективно в Минздраве понимают, что попасть к врачу сложно не только из-за бумажного документооборота. Микрорайоны растут и поликлиники уже не справляются с потоком новых пациентов. А новые поликлиники обещают построить уже не первый год. Привлечь инвестора с первого раза не удалось, сейчас вторая попытка. До конца 2018-го принимают заявки от инвесторов на строительство поликлиник. Семь планируют возвести с помощью государственно-частного партнерства. Соглашение предполагает, что строительство займет три года. После этого восемь лет инвестор сможет эксплуатировать поликлиники, а затем передаст в ведение областного правительства. Также планировалось, что еще одну поликлинику в советском районе построит консессионер. Правда, условия этого соглашения также пересмотрят. Благоустройство сквера у Монумента Славы обойдется намного дешевле, чем планировали. Если раньше разработчики проекта оценивали работы почти в 300 миллионов рублей, после государственной экспертизы проектную стоимость благоустройства снизили до 115 миллионов. Напомню, дизайн-проект сквера разрабатывали студенты Университета архитектуры и дизайна. К благоустройству этого общественного пространства должны приступить в следующем году. Пилоны и другие объекты мемориального комплекса будут восстанавливать параллельно силами регионального бюджета. Реставрацией займется управление по охране объектов культурного наследия, ведь монумент – это памятник архитектуры. Работы должны завершить к маю 2020 года, как раз к 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Сейчас же специалисты оценивают, насколько изношены элементы мемориального комплекса. Сейчас начинается исследование пилонов на монументе славы, поэтому если вы вдруг заметите там рабочих, которые очень тонко будут брать замеры и грунта, в каком состоянии находятся, не обращайте внимания, это не вандалы, это подготовительные, ведутся работы для реконструкции уже монумента и пилонов. Совсем скоро жюри театральной премии «Парадис» назовет лучшие постановки новосибирских театров в прошлом сезоне. Церемония награждения запланирована на 19 ноября. Выбрать понравившийся спектакль предлагают и зрителям. Это можно сделать на сайте новосибирские новости. Как отбирают претендентов на премию и как жюри оценивают работы театральных коллективов, узнаем у гостя. Расскажите, как вообще формируют список претендентов, номинантов на премию? В этот список каждый театр выдвигает свою самую выдающуюся, самую хорошую, на взгляд, художественного руководства, администрации театра постановку в сезоне, который рассматривается в фестивале. Кроме того, есть экспертный совет, который смотрит весь репертуар и обсуждает, а вот не лучше ли еще какой-то спектакль, какое-то выдающееся театральное произведение, которое нужно включить в фестивальную афишу. В «Красном факеле» спектакль, в «Глобусе» спектакль, в «Старом доме» и так далее. На эти спектакли придут зрители. Придет Шури, сядет тихонечко, посмотрит спектакль, потом отсмотрит все, которые заявлены в афише «Парадиза», потом они соберутся и будут из самого лучшего выбирать, самое достойное. Ну, посмотрим, какой они вынесут вердикт. В чем особенности премии «Парадиз» этого года? Каждый год он как бы складывается по-разному. То в мужских ролей нет, одни женские, то в этом году в женских мало, одни мужские. И вот в этом году такая особенность. Это, значит, Зилов и Гамлет. Вот такие две роли, про которые мечтает каждый артист. Гамлет, который в «Старом доме», который называется «Социопат», и Зилов. Вот как жюри будет судить? И актеры хорошие, роли хорошие, спектакли хорошие. Не знаю. В общем и целом, что дает наличие премии? Подвигает ли это как-то к развитию? Кого-то, может быть, подстегивает? В какую-то копилку достижений, что ли, если можно так назвать, актеру попадает. Ему это нужно, я думаю. Это признание еще и коллег для поддержания его самооценки какой-то. Мне кажется, это важно. На сайте «Новосибирские новости» идет зрительское голосование. Ждете ли от него объективные оценки или какой-то театральной подкованности? Все равно субъективная такая история существует. И даже когда складывается вот это жюри, у него тоже есть какие-то пристрастия. И если говорить о зрительском голосовании, «Голосуйте сердцем» это называется. Но уже у зрителей, естественно, это только субъективная какая-то история. И мне кажется, все, что понравилось, на то и нажимаем. Вот, ну и все, собственно, а что еще? Спасибо за приятное общение. Спасибо. Спасибо вам. Новые названия для 45 аэропортов выберут народным голосованием и стартуют оно в понедельник, 12 ноября. На этой неделе огласили список из 10 имен известных соотечественников. В итоговом листе и авиаконструктор Павел Сухой, и маршал авиации Александр Покрышкин, и выдающийся ученый-химик Валентин Коптюк и другие. Из них в ходе соцопроса отберут три персоны. Во время итогового голосования можно будет выбрать один аэропорт из общего списка и выбрать одно имя по принципу «один голос, один аэропорт и одно имя». Голосовать можно будет на сайте великиеимена.рф и в социальных сетях. Также с помощью смс-сообщений или заполнив анкету. Итоги конкурса подведут 5 декабря. Руководство аэропорта Толмачева к инициативе относится с уважением, там готовы оказать поддержку. Идея дать новосибирской воздушной гавани, другое название, звучит, кстати, не в первый раз. Вопрос переименования аэровокзала поднимали в 2014 году городские депутаты. Народные избранники тогда ратовали за то, чтобы вывеску украсило имя Александра Покрышкина. И на этом все о забытиях уходящей недели. И что важнее, об их последствиях. Полная информационная картина на сайте Новосибирские новости и на нашем официальном YouTube-канале. Всего доброго, до встречи.